Лётчики не умирают, они в небе звёздами сгорают и в грозах молнии играют. В парке культуры и отдыха Зелёный остров города Черкеска, в аллее Гвоинской славы, в торжественной обстановке открыли бюст нашего земляка, генерал-майора авиации, Героя России Канамата Баташева. Ахмат Халкевичев продолжит тему. Право открыть бюст Героя России предоставили мэру Черкеска Алексею Баскаеву и родному брату Канамата Баташева Марату Баташеву. Сегодня наши бойцы, участники специальной военной операции, плечом к плечу сражаются не просто за мир на Донбассе, они сражаются с ненацизмом, с самым опасным явлением современности, угрозой безопасности не только России, но и чудовищным вызовом всему человечеству. Первый заместитель руководителя администрации, главы правительства Крачаева Черкесии Марат Хуби, в своем обращении подчеркнул, что Канамат Баташев всю жизнь следовал завету своего отца – быть лучшим в выбранном деле. Своё решение он и объяснил просто. Я не могу оставаться в стороне. Он действительно был лучшим. Он был лучшим отцом, лучшим другом, лучшим командиром, лучшим лётчиком. И не зря командиры говорили про него. У Баташева есть то, чему можно научиться только от Бога – вечная память герою. Марат Баташев поблагодарил всех, кто выступил с инициативой увековечения памяти нашего героя. Огромное спасибо правительству и всем организаторам, лично Руслану Качкарову. Я желаю, кто воюет сейчас, чтобы, как была в Великой Отечественной войне, победили этот фашизм. И вернулись по всей России, как сегодня чествуем павших, чтобы мы чествовали живых героев. Все выступавшие без исключения подчеркивали важность таких мероприятий в деле воспитания подрастающего поколения. Ведь именно живая память о героях своей отчизны прежде всего и задает правильные ориентиры для молодёжи. Ахмад Халкевичев, Али Бастанов, Вестикорчаевая Черкесия